В исследовании 2007 года употребление цельных зерновых было связано с лучшей массой тела, как у молодых, так и у пожилых людей. Цельные, неочищенные зерновые всегда являлись основными продуктами питания человечества. В империи астеков это был амарант, у инков квино, лебедокина, азиатские империи строились на рисе и гречихе, у африканцев были проса, пшено и теф, полевичка-обесинская, а в Европе здоровье населения держалось на пшенице, овсе, ржи и очмени. В наши дни любой из этих растений вы должны бы легко найти в ближайшем продуктовом магазине. Но когда цельную пшеницу перемалывают в белую муку, удаляется минимум 25 питательных веществ, а назад добавляют 5 химически синтезированных, чтобы обогатить ее. Это великое ограбление зерна. И это только касательно витаминов и минералов. Теряется также до 300 раз больше входящих в состав зерна фитохимических веществ. Так что если у вас есть выбор, больше никогда не ешьте вновь белый хлеб, белые макароны и белый рис. Вместо этого ешьте зерновые, только цельные зерновые и ничего кроме них. Оптимальный вес тела важен для здоровья, но еще важнее окружности вашей талии диаметр ваших сонных артерий, снабжающих кровью ваш мозг. Исследователи университета Уэйк-Форест в течение 5 лет наблюдали за 1000 человек, измеряя количество и размер бляшек в их сонных артериях. Вот как должен выглядеть наш кровоток. А вот как кровоток выглядеть не должен. У тех, кто ел цельные зерновые, атеросклеротическая болезнь прогрессировала медленнее. Все исследуемые были всеядными, ели мясо, поэтому бляшки в их артериях продолжали увеличиваться. Но у евших цельные зерновые, увеличение бляшек происходило медленнее. Их артерии блокировались медленнее, чем у евших только рафинированные зерновые и изделия из них. Чтобы с помощью рациона питания остановить рост бляшек, обратить заболевания вспять и на самом деле вновь открыть просвет артерий, им пришлось бы перейти на рацион питания, состоящий практически полностью из растительных продуктов, и исключить холестерин и насыщенный жир. Белый хлеб, выпекаемый из муки высшего сорта, не так полезен для организма, как хлеб со трубями. Постоянное употребление белого пшеничного хлеба не позволяет поддерживать здоровье организма. У вас больная печень, а регулярное использование очищенной муки усугубляет ваши проблемы.